В самом начале данного видеоролика обращение к моим таким, знаете, самым преданным фанатам, которые смотрят мой каждый видеоролик, заходят и такие типа О, чел, так у тебя новый видеоролик, о, так мы его смотрим, о, так всё хорошо Спрашивают меня часто, мол, Данил, Данила КПРФ, ЗДС, Семён и все производные от моего имени Слушай, а вот когда будут стримы, то есть я смотрю на других там вот этих вот всех GTA-сампьютуберов, то есть по-другому их можно назвать допустим как-нибудь там дебилами, идиотами, тунеядцами И все прочие синонимы на все вот эти вот слова, то есть вот примерно так их называют, ну, называют подавляющее число людей во всём мире И понимаете в чём дело? Я 20-го числа, вот 20-го февраля 2021 года запустил свой стрим Вот, то есть после долгого затишки я запустил, подумал там, знаете, посмотрим видеоролики GTA-сампьютуберов, поделаем все прочие вещи Перед тем, как я запустил стрим, который более-менее как-то нормально смог пойти, я прошёл 85 кругов ада Я не знал, что мне делать, я просто, я настолько от всего этого офигел, я офигеваю, я охуеваю даже, можно вот так сказать Вообще в целом стримы это неплохой способ общения и вообще поддержания какого-либо контакта со зрителями Мне это нравится, я это любил раньше делать, только потом я понял, что вот понимаете, ты провёл стрим и после тебя ничего не осталось Я выкладываю видеоролик на ютуб и всё, и он тут будет храниться годами, десятилетиями, может быть даже веками Там, ну кто ж его знает, как там всё это будет, а вот тут ты провёл стрим и всё, то есть он у тебя лежит там где-нибудь в закрытом доступе Или вообще заблокирован по авторским правам, там по контент-айди, по всем прочим вот этим вот всем вещам И ты всё, и то есть ты постримил по факту просто там, я не знаю, пообщался там, хи-хи, ха-ха, там вот это привет Может быть там донатики какие-то получил, может быть там ещё вот эти вот все прочие вещи у тебя произошли и всё А видеоролики тут по-другому, ты его сначала озвучиваешь, потом монтируешь, потом делаешь превью, потом загружаешь всё это на ютуб Вот в каком-то таком порядке всё это происходит, потом ты видишь фидбэк, потом ты видишь там, я не знаю, деньги с монетизацией Потом ты видишь там вот все вот эти вот прочие вещи, и то есть это замечательно А стримы сделать основным источником заработка, ну, я не знаю, у меня, наверное, руки не повернутся, разумеется Стримы это, ну вот всё-таки мне кажется, что это полегче, чем видеоролики Да, нужно бесконечно разговаривать, нужно поддерживать интерес аудитории, нужно говорить, мол, там поставьте лайки, поставьте там дизлайки, там два на подписку, три там на всё вот это вот прочее И то есть, и ты вот на всём этом зацикливаешься, так постоянно говоришь, мол, лайки, там то и сё Но понимаете в чём дело, стримы на ютубе это ужасно, вроде как, вот я же не договорил, я вроде как там уже всё починил Там прошло, я не знаю, 3-4 стрима просто в никуда, там по 1-2 минуты они выключались, всё, то есть я не понял, в чём проблема, что происходит Потом я всё-таки там что-то поделал, что-то там понажимал, по итогу всё вроде как стало нормально, это замечательно Я начал стримить там, знаете, посмотрел видеоролики, пообщался с людьми, те люди, которые там были, они прям замечательные, там какие-то вот эти вот все были люди Я такой типа, о, всем привет, всем привет, там все лучшие, все крутые, все классные А человек говорит, заходите на мой канал, у меня будут видеоролики по Free Fire, я его закрепил А там вот, привет, чувак, если ты это смотришь Все остальные люди были, там какие-то мои зрители с Twitch'а старые, там все вот эти вот мои в целом зрители старые То есть, всё хорошо, я пошёл в чат-рулетку, сижу в чат-рулетке, там смотрю какие-то там, я не знаю, опять фрики Вот эти вот милфы, там есть все прочие чуваки, чуваки, которые дрочат, чуваки, которые делают все прочие вещи И ты на всё это смотришь и такой типа, ну ладно, хорошо И просто, и оно опять выключается Я на этом не выдержал, я просто сгорел, я говорю, нет, чуваки, всё, стримы не для меня Может быть, когда-нибудь потом, может быть, ещё что-то, может быть, у Ютуба там, я не знаю, сегодня Эти дни, как говорится, или вроде того, и то есть, как-то работает он плохо, не может там всё это поддерживать То есть, наверное, вроде того, я не знаю, то есть, я не знаю, как всё это работает И это был ответ вот людям, которые постоянно говорят, мол, а когда стримы, а когда то, а когда это Всё, то есть, ребят, больше, пожалуйста, этот вопрос не задавайте Стримы, может быть, будут, может быть, не будут Подписывайтесь на телеграм-канал, добавляйте меня в друзья вконтакте Ставьте уведомления о записях, там, о трансляциях, о всех прочих вещах, там, ставьте И вы, я думаю, что никакие вот эти вот мои стримы и все прочие вещи не пропустите Вот, я думаю, что всё будет нормально, если уж у меня что-то там будет, какие-то стримы, какие-то прочие вещи То я, разумеется, вот как-то обо всём этом сообщу, может быть, может быть и нет Я не знаю, как всё это будет Можете на этот канал вообще с колокольчиком подписаться, тогда вам, возможно, тоже будут напоминания о стримах переходить Я не знаю, что там будет Я не знаю, что будет завтра, что будет послезавтра, но одно я знаю точно что сегодня мы с вами обсудим ту самую новость, которая всем нам была нужна, и которая, возможно, вы за ней сюда и пришли, а я тут вас 5 или 6 минут грузил вот всеми этими непонятными вещами. Так вот, сама новость. Absolute Roly Play открыли вакансию на разработчика мобильного клиента. И сейчас сам пост от официального сообщества Absolute Roly Play Trash Adeptus, если ты это смотришь, привет, как дела, как погода и так далее, пиши, пожалуйста, обо всем этом в комментариях. У нас открыта вакансия на разработку мобильного сампа. В первую очередь интересует сам самп в виде лип самп.со с целью максимального приближения к 0.3.7. Многие функции, которые не созданы в мобильной версии, и что-то вот, я не знаю, вот они вот это вот все пишут, наверное, чуваки, которые разрабатывают все вот эти вот, знаете, GTA Самп и все прочие штуки, наверное, они как-то все это понимают, наверное, там они даже поняли, что там написано, наверное, там, я не знаю, для них все прочее понятно. Лично я все это прочитал с таким выражением лица, мол, что, типа, боты у вас играть будут? Ну, ладно, все, боты, это, знаете, это, ну, такая история, я не хочу во все это углубляться, может быть, есть боты, может быть, нет ботов, да бог с ним, в общем-то, мне, ну, не особо важно все это, потому что, я не знаю, а для чего, типа, зачем, нафига, я не особо все это понимаю, и понимаете, вот в чем все дело? Все GTA Самповские проекты, по-моему, я могу ошибаться, Absolute Roleplay, он и до этого анонсировал, что будут там какие-то вот эти вот все его, там, разработки, наработки мобильных, этот Absolute Roleplay, что-то там еще будет, видимо, сейчас они, так, знаете, плотно за все это взялись, когда увидели, как мобильная индустрия разрастается, как растут все вот эти вот, знаете, мобильные GTA Сампы, GTA CRMP, ютуберы. Я недавно зашел, я просто, я охуел, что происходит практически все вообще люди, которые раньше снимали компьютерный GTA Самп, или там, в основном люди, которые снимали компьютерный GTA Самп, они переквалифицировались в тех чуваков, которые снимают мобильный GTA CRMP, и, как правило, на Black Rush, и сейчас, вот, я не знаю, у них там по 40, по 30, там, по еще сколько-то тысяч подписчиков, я со всего этого просто офигеваю, хотя, мне ли офигевать, я же поднял, вот у меня, то есть, понимаете, тысяча подписчиков, вот моя самая первая тысяча подписчиков, она вот прям с моих вот таких, знаете, аналитических, разговорных, всех прочих видеороликов по GTA Сампу, а вот остальные тысячи подписчиков, они идут с мобильного всего вот этого вот сегмента, возможно, со старых видеороликов тоже кто-нибудь-то приходит, но что-то мне, так, знаете, особо во все это не верится, потому что я, типа, смотрю на все это, я думаю, типа, ну, ладно, хорошо, и многие люди, меня помнят, многие люди, там, знаете, говорят, мол, а ну да, вот такое бывает, типа, ну да, мы тебя смотрим, там, давай, что-нибудь вот это вот ты делай, и вообще, ну, производи, пожалуйста, контент, вообще стрим, там, делай все прочее. В целом, я думаю, что все идет к тому, что в будущем у нас будут только мобильные GTA Самповские все вот эти вот проекты, потому что их там столько, GTA Legacy, там, все вот это вот проще, сейчас уже даже абсолют ролеплей туда идет, я не знаю для чего, я не, вернее, я понимаю, я представляю для чего все это, наверное, нужно будет, так, знаете, сделать отдельный видеоролик о том, почему GTA Самповские сервера и GTA CRMP-шные сервера, что самое главное, идут вот ко всему этому, то есть отдельный видеоролик я прям, наверное, сделаю, посвящу, там, когда темы или какие-то новостные вот эти вот все сводки закончатся, скорее всего, я обо всем этом вам расскажу, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, ставьте все прочие вещи, и, как вы понимаете, ну, все будет хорошо, замечательно. Я играл на проекте ArizonaRulePlayFenix, IP, а также мой никнейм, Данте Коннор, а также мой промокод Notoxic54, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, там же в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал, если вам все это интересно, нужно и, ну, может быть, еще что-то там у вас есть, то, разумеется, заходите, подписывайтесь, заходите на Аризону, заходите в мой телеграм-канал, заходите во все прочие вещи, всем спасибо за просмотр, всем пока и всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok